Марина Серова. У Вендетты длинные руки. Глава первая. Сказка кончилась. Приближалась веселая шумная весна. Я стояла у окна своей комнаты, не в силах оторваться от вида пейзажа за стеклом. Когда телефон напомнил мне, что в этом мире существует не только возвышенная красота природы, но и наши приземленные заботы и дела, я взяла трубку. Алло, это Полина? Мне нужна Казакова Полина. Да, это я, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Надя. Надежда Виноградова. Я обращаюсь к вам по рекомендации наших общих знакомых. Женщина назвала фамилию моих давних друзей, которым я когда-то помогала решить их непростую житейскую проблему. Знаю таких. Звонившая как будто обрадовалась. Ну вот, они сказали, что вы можете мне помочь. Это правда, Полина? На этот вопрос я отвечу вам, когда узнаю, что конкретно у вас случилось. У меня беда, Полина. Поверьте, такая беда, какую и врагу не пожелаешь. Ну, по телефону как-то. Давайте встретимся. Например, в кафе. Вы сможете приехать? Ну, скажем, в Смарагд. Я знала это кафе. Хорошее, недорогое, в центре города. Подъезд к нему удобен со всех сторон. К тому же я сегодня еще не завтракала. Так что причины для отказа у меня не было. Смогу. Через час вас устроят? Да, договорились. Через час я буду в Смарагде. Чтобы вы меня узнали, я буду держать в руках газету. Программа ТВ. Надежда отключилась. Программа ТВ. Ох уж мне эти шпионские штучки. Я пошла собираться навстречу. Термометр за окном показывал всего минус три, так что можно было не кутаться. Надену, пожалуй, куртку и джинсы. К тому же я доберусь до кафе на своей машине. Это избавит меня от необходимости мерзнуть на остановке в ожидании маршрутки, но увеличит вероятность попадания в заторы. Я вышла из нашего коттеджа и села в свой мини-купер, послушно стоявший у крыльца. Пожалуй, на обратном пути надо будет заехать в супермаркет за продуктами, а то в нашем холодильнике мышки даже не на чем повеситься. Кафе Смарагд встретило меня почти пустым залом. Удивляться не приходится. Оно только что открылось, сегодня рабочий день. Все нормальные люди трудятся в офисах и магазинах. Когда-то к таким нормальным принадлежала и я. Моя карьера удачно началась на кирпичном заводе, на почетной должности юрисконсульта, но вскоре не менее удачно завершилась, по причине моего полного нежелания торчать в кабинете с 8 до 5 и подчиняться строгому, но недалекому начальству. Этому нежеланию немало способствовала и мизерная зарплата, почти не игравшая роли в нашем семейном бюджете. Итак, в самом начале 12-го я вошла в зал-кафе и увидела в зале только парочку совсем юных влюбленных, забившихся в самый дальний угол, и молодую женщину лет 26 или чуть больше, сидевшую за столиком напротив входа и нервно теребившую газету программы ТВ. Если бы я задержалась минут на 20, она истрепала бы ее в конец. Увидев меня, женщина вперилась в мое лицо таким взглядом, что я едва не смутилась. Подойдя к обладательнице программы, я сказала, «Вы, кажется, ждете меня? Я, Полина». Надежда обрадовалась, кивнула и тут же предложила пересесть за столик подальше от входа, что мы незамедлительно и сделали. Пока я снимала куртку и вешала ее на спинку своего стула, Надежда успела заказать подошедшей официантке две чашки кофе, бутерброды и круассаны. Я села за стол и внимательно посмотрела на девушку. У нее была довольно приятная наружность. Чуть полновата, что, впрочем, не портила ее. Брюнетка, но не жгучая, со светлокарими глазами и вздернутым носиком. Кудрявые непослушные волосы падали на ее плечи. Надя их постоянно поправляла, откидывала назад, но они тут же вновь падали ей на щеки. «Меня зовут Надежда Виноградова», зачем-то напомнила девушка. «Вам эта фамилия ни о чем не говорит?» Я попыталась понять, какие ассоциации вызывает у меня фамилия Виноградова, но кроме мысли о кистях зеленых прозрачных сочных ягод, плотно прилепившихся друг к другу, на ум мне ничего не приходило. Надежда посмотрела на меня немного удивленно. «Значит, вы не театралка», – вздохнула она. И тут до меня дошло. «Кажется, я видела эту фамилию на театральных афишах». «Ну да, конечно, премьера сезона. В. Виноградов в роли такого-то. У нас в городке был свой маленький театр со своей маленькой труппой, но я действительно не была поклонницей Мельпомены и поэтому посещала это заведение крайне редко. Кажется, припоминаю, такую фамилию я видела на афишах». Надежда вздохнула еще раз и с грустью взглянула на меня. «Да, Валентин был артистом нашего театра, хорошим артистом». Она достала платочек из кармана и промокнула повлажневшие глаза. Я отпила глоток кофе, принесенного нам официанткой. Уже половина двенадцатого, а я еще не завтракала. «Вы ешьте, если хотите». Надежда пододвинула мне тарелку с бутербродами и круассанами, а у меня что-то аппетита нет. Валентин, как я понимаю, это мой муж, был моим мужем. Он умер этой зимой, в самый канун Нового года. Какой ужас вырвалось у меня. Я представила праздничную атмосферу, которая царит во всех домах перед Новым годом. Украшенную елку, стол, заставленный тарелками с салатами и разнообразными деликатесами. Запахи хвои и мандаринов и гроб, в котором лежит умерший, по всей видимости, совсем молодой человек. И, по-видимому, умер он не от какой-то болезни, уточнила я. Надежда кивнула, снова промокнула глаза. Его убили, хотя это не доказано, но я точно знаю, его убили. Жестоко, страшно, эти сволочи, они должны быть наказаны. Полина, умоляю, помогите мне покарать этих нелюдей. Она почти кричала. Проходившая мимо официантка посмотрела на нас с испугом. Надежда, пожалуйста, потише, я понимаю, что у вас горе. Понимаете? Разве вы можете понимать? У вас когда-нибудь убивали дорогого вам человека? Я на секунду застыла, но тут же взяла себя в руки. Что я могла ответить женщине, еще не оправившейся от горя? Что 14 лет тому назад на моих глазах погибли мои родители по вине пьяного прокурора? Что он летел с бешеной скоростью на своей иномарке и врезался в машину, в которой они сидели, медленно выезжая из нашего двора на дорогу? Я стояла в нескольких метрах и видела все. Удар, скрижет металла. Машина родителей отлетела в сторону и загорелась. Убивали. Моих маму и папу на моих глазах. Этого достаточно? Надежда посмотрела на меня смущенно. Извините, Полина, я не знала. Она, кажется, немного успокоилась, убрала платочек обратно в карман. Тут внезапная догадка озарила ее. Полина, так это вы, мисс Робин Гуд, я слышала эту историю. Прокурор. Убийство. Семейные пары. Потом, спустя много лет, с этим прокурором случилось что-то такое. Он, кажется, чуть не сгорел в своем доме. И сыновья его предали. А сам он попал в психушку. Виттэк.